Кулачковые машины или шагоходы используют преимущественно на Крайнем Севере. Благодаря шагающему принципу передвижения они позволяют сохранять пласт земли практически нетронутым. Травяной покров также меньше страдает благодаря тому, что стопы наступают на грунт, а не накатываются на него, рассказывает о своем проекте Сергей Николаев. Его студент техникума представил на конкурсе «Национальное достояние России». «Совместно с Анастасией Васильевой из города Королёва сделали совместный проект. Моя работа заключалась в компьютерном моделировании, а Анастасия Васильева делала натурную модель». Проект Сергей разрабатывал на протяжении года вместе с ученицей 5-й гимназии из города Королёва Анастасией Васильевой. Совместная работа с учебными заведениями разных городов России стала для техникума обычной практикой в период пандемии, рассказал Игорь Столяров. Жюри конкурса проделанную работу оценила по достоинству и присудила проекту «Саров Королёв» диплом первой степени. «В научном туре, на котором мы были, было представлено около 300 работ. В секции технологии, техническое творчество, астрономия, физика, космонавтика, было представлено 26 работ. Эти работы были из различных регионов. Это было из Санкт-Петербурга, это и Владикавказ, это и Салихард, Новосибирск, Бурятия». Еще один диплом первой степени Сергей получил на научно-практической конференции. В ней приняли участие ребята из 80 регионов России. Совместно с ученицей из Череповца Вологодской области Анны Якимовской Сергей подготовил проект «Математика конденсата и конструкция новой топливной форсунки». Конференцию посвятили памяти великого физика Жоры Салферова. «Мне это приходилось с Жорисом Ивановичем и Алфером встречаться в свое время. Потому что мне приходилось на Сахаровских чтениях привозить туда ребят из Сарова. И в принципе всегда приходилось не только видеть его, но и разговаривать с ним. И вот у Жориса Ивановича всегда была такая необыкновенная теплота в отношении делегаций Сарова. Вот это надо отметить». На достигнутом Сергей Николаев останавливаться не намерен. Впереди еще много кропотливой работы, признается юноша.